Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешиа и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Полюбовался волнами и заодно помыл машину. В минувшие выходные шторм разбил участок Эмеретинской набережной. В Сочи задержан современный Робин Гуд. Мужчина пытался ограбить ювелирный магазин и раздать ценности людям. Зеленые уголки обустроят по федеральной программе, где именно появятся новые зоны для прогулок, решают сами сочинцы. В Сочи съехались самые грациозные спортсменки. Открытый турнир города по художественной гимнастике собрал 500 девочек из десятка городов России. День Ангела. Митрополит Екатеринодарский Кубанский отметил те заименитства. День памяти своего небесного покровителя Исидора. Полвека назад Николай Кириченко, так звали в миру Владыку, принял духовный сан и вместе с ним новое имя в честь – священномученика Исидора Юрьевского. Поздравить митрополита приехали глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Губернатор края поблагодарил Владыку за его ежегодный труд, службу на благо жителей региона. Хочу сказать огромное спасибо и на самом деле выразить надежду, что и дальше мы сможем вот тот стержень духовный, который должен быть сегодня в нашем народе, он есть, но еще и больше он должен как бы укрепиться вашими молитвами, молитвами всей нашей епархии кубанской мы, конечно, сможем укрепить. Я глубоко убежден, что усилиями вашими, усилиями законодательного собрания, органов исполнительной власти, те программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которые действуют на территории Краснодарского края, они также успешно найдут продолжение и в этом, и в последующих годах. Спасибо большое, приятное. Вот это мы вместе, Владыка, и исполнительная власть, и законодательная власть, и духовная власть. На самом деле, эти традиции, которые заложены в нашем народе, очень важно нам эти традиции сохранить. Мы сегодня вместе отвечаем и за нравственную составляющую, и за духовную составляющую, и за экономическую составляющую региона, за рост благосостояния жителей нашего края. Поэтому, конечно, отделить одно от другого невозможно. В свою очередь, Владыка поблагодарил главу региона и спикера Кубанского парламента за внимание и отношение к Кубанской митрополии. Хочу поблагодарить за ваше поздравление, за цветы, за вашу любовь, за доброе молитвенное благопожелание. Я хочу вас всех поздравить с наступившим уже новолетием. За всей души пожелать всем жителям нашей Кубани здоровья, мира, добра, многое помощи Божией в жизни, на жизненном пути. Уже много лет Владыка Исидор является главным духовным лицом Кубани. С его именем связывают укрепление православия в регионе. Вениамин Кондратьев также поздравил митрополита с назначением его на пост председателя Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, отметив, что это доверие и оценка его высокой деятельности. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. На Кубани увеличат объем субсидий для развития городов и районов. Материальную поддержку из краевого бюджета муниципалитеты получат в этом году. Конкретные цифры финансовой помощи сегодня озвучил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев провел первое в наступившем году планерное совещание. В этом году, коллеги, муниципалитетам мы выделим денег еще больше, чем в прошлом. В бюджете предусмотрено денег 19 миллиардов рублей на субсидии муниципалитета. А в прошлом году было 18 миллиардов. А если с учетом еще сессии, когда пройдет и будет перераспределение, то на 2,4 еще миллиарда, правильно, Игорь Петрович? Эта сумма увеличится. В целом, на ближайшей сессии мы увеличиваем расходы краевого бюджета на 16 миллиардов рублей. И, конечно, большая часть этих средств, как традиционно у нас проходит, будет направлена на решение социальных вопросов жителей края. И это, коллеги, я считаю правильно, потому что сегодня это стратегическая задача, чтобы народ ощущал, что власть работает. Мне важно, чтобы вот это ощущение люди на себе испытывали в районах, в селах, станицах, хуторах, поселках. Вот этот рост, который у меня в цифрах. Основную часть денег направят на реконструкцию дорог, газификацию поселений, строительство школ и детских садов, а также на ремонт и домов культуры по всему региону. Штормовой ветер в минувшие выходные стал причиной разрушений. В Сочи пострадала и Меретинская набережная. Меретинская вода размыла около 30 метров. Видео и фото ненастья в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, как высокие волны окатывают автомобиль. Его водитель, видимо, любовался морем, но параллельно получил бесплатную мойку машины. Шторм разбил набережную около Олимпийского парка. Раньше ее уже размывало, поэтому сейчас ее ремонтируют. Из-за незавершенного ремонта участок вновь оказался поврежден. Как сообщает ТАСС, часть пострадавшего участка находится в ведении муниципалитета. Часть под ответственностью краевых структур. Поэтому вопрос о ремонте пока остается открытым. Как стало известно, на первом этапе работы на набережной произведут региональные подрядчики. После их завершения к берегу укреплению на своей части приступит муниципалитет. На эти цели планируется направить 25 миллионов рублей. Работы начнутся в течение полутора месяцев и завершатся к старту летнего сезона. Тем временем в Сочи в ближайшие сутки снова ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют не оставлять транспорт под деревьями и опасными конструкциями. К другим новостям. Восемь парков и скверов появятся в Сочи в этом году. Еще столько же в следующем. Зеленые уголки обустроят благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Где именно появятся новые зоны для прогулок, решат сами сочинцы. Заявки продолжают принимать в районных администрациях. Подробнее Ольга Десятого. Озеленить улицу, выложить плиткой тротуар, заменить бордюры или даже разбить новый сквер. Все, что горожане хотели бы изменить и улучшить в Сочи, теперь можно сделать в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Она начала действовать в прошлом году. Тогда все дворы и общественные территории города были тщательно обследованы. Выяснилось, в улучшении нуждаются больше 2000 объектов. Решено, что в этом году благоустроят по 18 дворов в каждом районе. За них сочинцы уже проголосовали. Теперь нужно решить, где будут разбиты новые парки и скверы. Свои заявки на благоустройство общественной территории в мэрию сочинцы могут направлять до 10 февраля. Для этого во всех четырех районных администрациях, а также в администрации Волковского сельского округа в Дагомысе, установлены вот такие специальные урны. На листке бумаги нужно написать свое предложение, опустить его в ящик для голосования. Каждая из них рассмотрит специальная комиссия. С каждым днем возле ящиков для голосования все больше сочинцев. Эта урна, например, установлена в Лазаревском. Жители поселка мечтают обустроить скверы имени Адоевского и Кирова, а еще разбить новые. Городская среда, она только послужит очень хорошему благоустройству поселка Лазаревского. Если все жители будут писать свои предложения, то я считаю, что это послужит большому развитию нашего поселка. В Центральном районе, например, предлагают голосовать за обустройство вот этого участка на улице Пластунская. Здесь планируется сделать тротуар, бордюры, провести работы по озеленению. Всего от каждого района будет выбрано по четыре общественные территории, которые набрали больше всего голосов. Они будут выставлены на всеобщее голосование. Для того, чтобы не собирать граждан второй раз, оно будет проведено в день выборов президента Российской Федерации. Рядом с вот этими избирательными участками будут располагаться и участки, куда может подойти человек и проголосовать за ту или иную территорию. Таким образом, в этом году в Сочи по федеральной программе формирования комфортной городской среды будет разбито восемь новых парков и скверов. Столько же в следующем. Они будут сделаны по типу тех, что открыли в районе Фабрициуса или, например, на Бытхе. Для того, чтобы наши дети, наши внуки могли гулять в красивых парках, чтобы эти места не застраивались высотками, чтобы эти места не застраивались какими-то неуродливыми магазинами. Поэтому хочу попросить людей быть неравнодушными, обязательно прийти, обязательно проголосовать. На благоустройство одного сквера будет потрачено более 35 миллионов. Всего же из федерального бюджета на создание комфортной городской среды Сочи в этом году получит 250 миллионов рублей. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Железный занавес пал. Сочинские рыбаки после долгой паузы вернулись на насиженное место в морском порту. Управляющие все-таки демонтировали ограждения. И каким же уловом похвастались любители порыбачить в нашей съемочной группе? Рыбаки заняли свои позиции удочки на изготовку. В Сочинском морском порту рыбный день. Сергей Вардумян хвастается уловом. Хорошо идет кефаль. Уже вечером она окажется на праздничном столе. У мужчины день рождения. Но есть и другой повод для радости – возможность свободно порыбачить. Ограждения, которые еще недавно ограничивали доступ к морю, были демонтированы. Весь народ обрадовался, когда убрали. Хоть есть, свободно сидим, рыбу ловим. А это вообще, я не знаю, почему они оградили. Из-за кого? Управляющий морского порта компания «Буревестник Групп» дает на этот вопрос вполне логичный ответ – соображение безопасности. Причалы находятся у нее в аренде, и в случае возможных происшествий ответственность придется нести именно арендатору. Такое дополнительное обременение «Буревестник» не устраивает. Явление рыбаков, его надо рассматривать именно как явление. Нельзя рассматривать одного конкретного человека с удочкой, потому что сам по себе он относительно безобиден и безопасен. Вопрос в том, что человек, приходящий куда бы то ни было половить рыбу, он так или иначе организует свой быт и свое пребывание на этой территории, пусть на двух-трех квадратных метрах. Сочинцы, любящие в свободное время порыбачить или просто сочувствующие, написали петицию. И на прошлой неделе железный занавес спал. Вчера хорошо ловилось, сегодня хорошо ловится. Так что не обижаемся, он, смотрите, тянет. Иной раз здесь до пяти килограммов можно поймать, говорят рыбаки. В основном на удочку попадается кефаль. Но теперь можно поймать и штрафы. Рыбаков призвали к порядку. Быт на двух квадратных метрах должен соответствовать санитарным нормам. Основные нарушения, с которыми мы сталкиваемся, это выбрасывание окурков в воду, либо на покрытие, а также нарушения касательно оставления рыбаками после себя каких-то устройств для рыбной ловли, пакетов и бытового мусора. Чтобы этого не происходило, в рейд регулярно выходят сотрудники администрации и полиции. Они снабжают рыбаков памятками в качестве профилактики и административными протоколами в случае нарушения санитарных норм. А там и штрафы от 300 до 2500 рублей. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи задержан современный Робин Гуд. Мужчина пытался ограбить ювелирный магазин с помощью огнетушителя. По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело. В дежурную часть отдела полиции Центрального района поступило заявление от управляющего ювелирным магазином. Сообщалось, что неизвестный, войдя в магазин, схватил с пола огнетушитель и разбил им витрину с золотыми изделиями. Сотрудник частной охранной организации вместе с продавцом смогли задержать мужчину и предотвратить ограбление. Злоумышленником оказался 44-летний житель Ростовской области, который странным образом объяснял свои поступки. Охранникам были задержаны? Да. И не смогли ничего похитить? Да, золотые? Я не собирался даже туда. Вы вчера на видеозаписи заявили, что вы с целью хищения? Отдать людям. Забрать и отдать людям. Кому? Каким людям? Ну, которые народу. В том числе и себе, да? Нет. К себе и даже... Понятно. С хитридических лечебницами где-нибудь лечились? Нет. Хотел бы привлечь общественное мнение к себе, потому что администратор и длинница ко мне не могла работу найти, и социальные проблемы, и прочее, прочее. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса, которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Преступление удалось предотвратить благодаря четким и грамотным действиям представителей охранной организации в ювелирном магазине. В настоящее время в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Он взят под стражу. И мы хотим отметить, что наличие физической охраны в подобных магазинах и организациях резко снижает возможность подобных нападений. Считается, что в Сочи самые вежливые водители, которые всегда уступят дорогу пешеходу. Это отмечают как гости города, так и местные жители. Однако статистика дорожно-транспортных происшествий говорит об обратном. В прошлом году произошло 194 аварии с участием пешеходов. 23 человека погибли. И 189 получили ранения. В большинстве случаев виновными были признаны водители. Госавтоинспекция Сочи решила сделать упор на профилактику таких ДТП и выявление водителя, не уступающих дорогу пешеходам. При выявлении нарушителей инспектора ГИБДД проводят с ними разъяснительную беседу, после чего составляют административный материал и вручают листовку наглядной агитации. За два дня было выявлено 46 нарушений. В целом с начала года полицейскими составлено 395 административных материалов. ГИБДД напоминает всем водителям, что с 10 ноября штраф за данное правонарушение составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Электроны больничной официально ввели в Краснодарском крае. Новинка появилась 20 января во всех муниципальных и государственных поликлиниках. Пациент может запросить и традиционный бумажный листок нетрудоспособности. Однако у электронного больше преимуществ. Его, например, невозможно подделать или потерять. Оформление происходит прямо у врача на приеме. Больному выдают талон с номером, который нужно передать работодателю, по номеру в электронной базе и находят больничный. Такой подход экономит время и ресурсы. В недавнем прошлом за год в крае выдавали не меньше миллиона бумажных бланков. Овена, слава и родная Кубань. Под таким названием в Сочи стартует военно-патриотический месячник. Торжественное открытие состоится 23 января во всех районах курорта. Так, в актовом зале гимназии номер 8 пройдет праздничный концерт. А в Лазаревском районе на площади Центра национальных культур состоится церемония принятия старшеклассников в ряды юно-армейцев. Мероприятия месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы пройдут во всех городах и районах региона и будут посвящены 75-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. 190 сильнейших атлетов из девяти стран мира. В Краснодаре прошел турнир по греко-римской борьбе имени Ивана Подубного. Его проводят с 1962 года. Это крупнейшее международное соревнование по спортивной борьбе в России. Старт играм дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для кубанских борцов прошлый год оказался удачным на награды. Наши ребята, борцы, которые находятся в сборной России, забывали 22 медали на различных соревнованиях различного уровня. И безусловно мы ими гордимся. И те мальчишки, которые сегодня начинают заниматься борьбой, берут с них пример и очень хотят быть похожими на них. Борьба это вид спорта для сильных духом. И в первую очередь борьба воспитывает силу духа, которая и так нужна сегодня нашим российским спортсменам, российскому спорту, который, невзирая на оголделую травлю, продолжает тренироваться, выступать, бороться и побеждать. Я всем спортсменам желаю объективного судейства, достойным я однозначно желаю первых мест. Турнир имени Ивана Поддубного прошел во дворце спорта «Олимп». По итогам соревнований будет сформирована сборная команды России, которая отправится на чемпионат Европы по борьбе. В Сочи снова съехались самые грациозные спортсменки. Открытый турнир города по художественной гимнастике «Морозные узоры» собрал в 500 девочек и девушек из десятка городов России. Это сочинские групповички. Местный турнир для девочек как репетиция. В начале февраля гимнастки примут участие в краевом чемпионате. Сегодняшний генеральный прогон до конца не удался. Непослушные обручи то и дело выскальзывали из рук. Не собрались, сделали заключение сами спортсменки. Вышли и ничего не сделали толком. Неважно, тренируйся 2 часа в 3 день. Главное это соревновательный опыт. Потому что страх, он бывает побеждает и все вальцы из рук. Работать над собой, не покладая рук, не халтурить. Нам предстоит очень серьезное соревнование. Мы должны работать над собой, над своими страхами, над предметом, над всем. И чтобы как здесь не растерять предметы. Мы руки не отпустим, мы будем продолжать нашу работу над собой. И мы надеемся, что все будет хорошо. А вот у малышей, которые только делают первые шаги в большом спорте, все хорошо. Номер выполнен, заслуженная медаль на шее, за плечами опыт. Гимнастки внимательно наблюдают за выступлениями конкуренток. Ведь в каждом городе своя методика обучения. И сочинская школа художественной гимнастики не уступает регионам, подчеркивает организатор турнира «Морозные узоры». Эти соревнования мы проводим второй раз, но 25-й турнир у нас будет в этом году в июне. Черноморочка и Русалочка в июле. Это тоже 25-й турнир будет. Так как у нас много участников, хотят побольше приезжать к нам, поэтому мы зимой стали проводить. В городе у нас хороший состав, тренерский, очень богатый опытом. И поэтому у нас гимнастки выросли в этом. Сегодня же гимнасткам присвоили новые звания. Пятеро спортсменок получили свой первый спортивный разряд. Новая встреча состоится все в том же месте, на коврах Югспорта. Уже летом в Сочи примет открытое первенство Черноморочка. Ольга 10-го, Инга Габешия, Михаил Лубинин, телекомпания ФКТ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.